В этом году исполняется 30-е годовщина подписания программы «Партнёрство ради мира», заключённого с Азербайджаном, и установления им прямых партнёрских отношений с НАТО. Как бы вы оценили нынешний уровень сотрудничества и отношений между сторонами за этот период? Существует много причин, почему Азербайджан является важным и ценным партнёром НАТО. В этом году мы отмечаем 30-летний юбилей нашего партнёрства. В эти годы Азербайджан участвовал во многих миссиях и операциях НАТО. На протяжении многих лет вы были участниками нашей миссии в Косово, а затем Азербайджан также много лет принимал активное участие в Афганистане. Я встречался с азербайджанскими солдатами в Афганистане и был свидетелем их профессионализма и самоотверженности. Азербайджанские военнослужащие сыграли очень важную роль, особенно к концу миссии, защищая посольство и тщательно охраняя аэропорт, что помогло нам эвакуировать более 100 тысяч человек из Кабульского аэропорта. Таким образом, азербайджанский контингент был последним, кто вместе с американским и некоторыми другими военнослужащими покинули страну. Кроме того, мы также приветствовали важную роль, которую Азербайджан сыграл во многих других отношениях для укрепления политического диалога и практического сотрудничества. НАТО на протяжении многих лет сотрудничает с Азербайджаном по многим вопросам. Сейчас мы рассматриваем возможности для еще большего расширения нашего партнерства. За последние три десятилетия Азербайджан тесно сотрудничал с НАТО в области региональной безопасности, принимал участие в различных операциях, был частью миротворческих мероприятий Альянса и так далее. Как вы оцениваете значение партнерства Азербайджана с НАТО? Азербайджан важен для НАТО, так как мы поддерживаем практические партнерские отношения и политический диалог. Но, конечно, Азербайджан также важен для НАТО с точки зрения энергетической безопасности, особенно после того, как Россия начала фактически использовать газ как инструмент, пытаясь отплечь союзников НАТО от своего полномасштабного вторжения в Украину. Для союзников НАТО в Европе было чрезвычайно важно отказаться от российского газа. В этом смысле увеличение поставок из Азербайджана позволило союзникам НАТО в Европе ликвидировать зависимость от России как поставщика газа. Все это было сделано очень быстро, оперативно и довольно успешно, учитывая очень сложные обстоятельства. Сейчас есть необходимость в дальнейшем увеличении экспорта азербайджанского газа с примерно 12 миллиардов до 20 миллиардов кубометров, что составляет значительную часть потребления газа в Европе. И для некоторых союзников газ из Азербайджана очень важен. Помимо поставок природного газа, я также приветствую начало работ по экспорту электроэнергии по средствам ЛЭП. Прямой экспорт электроэнергии из Азербайджана еще больше увеличит его значение как поставщика энергии в Европу, а также для союзников НАТО в Европе. Это также является частью усилия Азербайджана по развитию возобновляемых энергоресурсов, включая энергию ветра и солнца, а также выработку электроэнергии на море. Тем самым Азербайджан стал частью большого энергетического перехода, который необходимо сделать, если мы хотим бороться с климатическими изменениями. В этом контексте очень важно, что Азербайджан играет значимую роль в проведении КОП-29, большой конференции по климату, которая состоится в ноябре этого года. Я действительно верю и надеюсь, что КОП-29 здесь, в Баку, предоставит международному сообществу необходимую платформу для принятия важных решений по многим вопросам, связанным с борьбой, с глобальным потеплением или изменением климата. Не в последнюю очередь, с финансированием крупных инвестиций в улучшение климата, необходимых для осуществления большого энергетического перехода. Как вы упомянули, Азербайджан оказал решающую поддержку операциям НАТО, принимая активное участие в миссии в Косово, а также в миссиях международных сил содействия безопасности в Афганистане. Страна также оказывала политическую, военную, логистическую, воздушную и наземную транзитную поддержку силам НАТО. Как вы оцениваете вклад Азербайджана в этих областях? В Азербайджане есть хорошо обученные и оснащенные войска. Я встречался с ними и был свидетелем их профессионализма. Они сыграли очень важную роль, особенно в аэропорту Афганистана. Азербайджанские солдаты находились там в течение многих лет и выполняли множество различных задач. Но в аэропорту они сыграли очень важную роль, защитив его так, чтобы обеспечить эвакуацию более 100 тысяч человек из Кабула и Афганистана в последние дни нашего присутствия в 2021 году. В аэропорту также находился госпиталь НАТО, который был чрезвычайно важен для обеспечения поддержки и медицинского обслуживания людей в аэропорту, не в последнюю очередь военнослужащих НАТО или солдат, прибывших из стран-союзников НАТО. Объектами, которые были закрыты в последнюю очередь, были сам аэропорт, охрана которого обеспечивалась азербайджанскими и турецкими военнослужащими, а также госпиталь, которым управляли некоторые союзники НАТО. В общем, все это было крайне важно. В Кабула был командирован один из моих международных сотрудников, работающий в штаб-квартире НАТО. Он находился в аэропорту и помогал организовать эвакуацию. Он был ранен, но его жизнь спасли азербайджанские солдаты. Они позаботились о нем. Они оказали ему первую помощь, а затем доставили в госпиталь. Таким образом, азербайджанские военнослужащие оказали очень важную поддержку. Мы в НАТО, безусловно, очень благодарны им за то, что они сделали за все эти годы, и особенно в последние недели. Учитывая новые реалии, возникающие в регионе, какие ключевые вопросы стоят на повестке дня и каков план действий по дальнейшему развитию отношений между НАТО и Азербайджаном? Для нас очень важно, чтобы между Азербайджаном и Арменией был достигнут прочный мир. Я одобряю вчерашнее послание президента Алиева, сделанное им во время ужина, пресс-конференции и встречи, где он четко заявил, что Азербайджан сейчас находится ближе к мирному соглашению, чем когда-либо прежде. Остались лишь некоторые требующие решения вопросы, но я очень надеюсь, что обе стороны, и Азербайджан, и Армения, воспользуются этой возможностью, чтобы найти и согласовать мирное соглашение, создать условия для прочного мира, поскольку мир и стабильность в этом регионе очень важны для его жителей. Это важно для создания условий для инвестиций в цели процветания, ведь мы знаем, что мир и стабильность являются предпосылкой для любого экономического развития и роста. Мир и стабильность в этом регионе имеют значение для международного мира и безопасности, поэтому в интересах союзников по НАТО иметь долгосрочный мир. Я твердо убежден, что необходимо сделать все возможное для обеспечения прочного мира и безопасности. Этот год стал для НАТО активным на события, включая принятие в Альянс нового члена. Каковы приоритетные цели НАТО на ближайшие годы и какой вклад вносит Кавказский регион в достижение этих целей? На Кавказе у нас есть несколько важных партнеров. То есть Кавказ важен для НАТО, потому что он имеет значение для евроатлантической безопасности. НАТО стремится к дальнейшему развитию партнерства с кавказскими государствами. Конечно, Грузия находится в особом положении, поскольку она подала заявку наступления в НАТО. И с нашей стороны неоднократно было заявлено, что Грузия станет членом Альянса. Кавказ также находится не так далеко от Украины, где Россия ведет полномасштабную агрессивную войну, которая имеет значение для всей Европы. Это имеет значение для Кавказа. Если президент Путин победит в Украине, это будет вызовом не только для украинцев, но и будет опасным для всех нас, включая Азербайджан и Союзников по НАТО. Потому что это будет своего рода посланием президента Путину. Дескать, используя военную силу, он может получить желаемое. То есть он увидит, что вопиющее нарушение международного права, вторжение в другую страну оправдывает себя, что увеличит шансы на примирение силы для любого желающего в будущем. Поэтому в наших интересах, в интересах Союзников по НАТО, а также Азербайджана и многих других стран мира, не допустить победы президента Путина. Я ценю гуманитарную поддержку, которую Азербайджан оказал Украине, а также предоставленной стране оборудование для разминирования территорий, считая очень важным введением экономических санкций против России, потому что она должна заплатить цену за нарушение международного права за вторжение в чужую страну. Были реализованы различные проекты по приведению вооруженных сил Азербайджана в соответствии со стандартами НАТО. Не могли бы вы подробнее рассказать о характере этой деятельности и планируемых шагах в этом направлении? Да, безусловно, сейчас мы ведем работу по согласованию новых рамок партнерства между НАТО и Азербайджаном. В рамках этой работы мы сосредоточимся на решении таких вопросов, как оперативная совместимость, то есть на том, как обеспечить взаимодействие с вооруженными силами Азербайджана в соответствии со стандартами НАТО, чтобы они были полностью оперативно совместимы с силами НАТО. Мы также сосредоточимся на вопросах военного образования, что также повысит оперативную совместимость между нашими силами. Мы рассмотрим и другие области, в которых мы можем еще больше углубить наше сотрудничество. Все это приблизит силы Азербайджана и НАТО друг к другу, что, я думаю, будет взаимовыгодно, как для Азербайджана, так и для союзников по НАТО.